Тетерев. Еще совсем недавно, в 50-х годах прошлого века, тетерев принадлежал к основному виду промысловых птиц. Охотники добывали его десятками и сотнями, в том числе и любители, чаще всего используя для этого парафиля, установленный в кронах берез, или еще проще, опорок от валенка. Тетерев по характеру птица общительная, завидев нечто похожее на себя, непременно прилетит и, усевшись, будет с любопытством рассматривать крашеную фанерку. Мы с отцом так и парафиля даже не вешали, просто косачи прилетали и сами садились на березу возле бани. Если стрелять из мелкокалиберки через окно и очень аккуратно, начиная с нижнего, то за раз можно взять двух-трех, пока слетят. А весной, как только птицы спускались с дерева на така и принимались чулыкать, строили засидки из овняка, травы и ходили на охоту по утрам, как на работу. Бывало, на одном таку собиралось более сотни косачей. Драки устраивали массовые, классические. Иногда в азарте чуть в скрадок не заскакивали, не знаешь, которого и стрелять. И казалось, конца этому никогда не будет, ибо зимой по смешанным лесам вдоль колхозных полей летали такие стаи, что не сосчитать. Березы были черные от птиц. В самом деле, истребить тетеревов было нереально, пока не появилась сельхозхимия. Конечно, такое обилие птицы было обусловлено посевами зерновых на колхозных полях и дикими ягодами, но когда начали уничтожать сорняки, рассыпая с самолетов пестициды и гербициды, а потом и леса опылять дустом от сибирского шелкопряда, в течение трех лет тетерев исчез. Дошло до того, что весной в ясное с морозцем утро даже их бормотание не услышишь. И начал снова появляться лишь в наши дни спустя сорок лет, когда после перестройки развалились колхозы, а оставшиеся сельхозпроизводители из-за дороговизны химудобрений снова стали использовать на полях навоз. Однако теперь вряд ли когда-нибудь восстановится его прежняя численность, поскольку в местах обитания тетерева почти не сеют полей, а на дной ягоде без белкового корма его всегда будет весьма умеренное количество. Субтитры создавал DimaTorzok